Сегодня президент принял участие в заседании с полкома национального олимпийского комитета. Главной темой разговора стала подготовка ко вторым европейским играм. Соревнования, которые, можно сказать, разделят историю нашей страны на до и после. Они станут самыми масштабными и запоминающимися событиями суверенной Беларуси, поэтому неудивительно такое внимание к организации игр. Провести их надо на самом высоком уровне и более того, показать всему миру, что в стране созданы комфортные условия для жизни и самореализации каждого человека. Что касается спортивных результатов, отметил Александр Лукашенко, у нас нет права выступить плохо. Задача вполне конкретная. Не меньше медалей, чем в Баку. Президент потребовал настроить наших атлетов и тренеров на самоотверженную борьбу. То, что белорусские спортсмены умеют сражаться, показал чемпионат по тяжелой атлетике в Грузии, но есть и обратные примеры. Хоккеисты и футболисты, мягко говоря, не хватают звезд с небес. Это серьезная причина для перезагрузки работы Национального олимпийского комитета, который сбавил обороты. Есть проблемы и в отношениях с федерациями. Теперь это сфера ответственности помощника президента по национальной безопасности. Это решение исполкома. Оставаясь в прежней должности, Виктор Лукашенко будет на общественных началах временно исполнять обязанности первого вице-президента НОК. Игорь Тур, обо всем по порядку. Телезрителю любое мероприятие в НОКе с участием главы государства кажется масштабным с приглашением ведущих функционеров и атлетов. Но журналистам точно известно, что в кабинете президента Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко работает регулярно. А заседание исполкома НОКа – это чаще всего оперативное собрание по острой теме. Два месяца до Европейских игр в Беларуси. Что уже готово, а где остались проблемы? Я жду конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря, оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения игр. Как выполняются требования? Есть ли соответствующие планы? Далее, к какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на игры публично не озвучивались. Тем не менее, задача стоит конкретно. Не меньше, чем в боку. Но европейские игры – это не весь наш спорт. Увы, но по главным, с точки зрения зрительского интереса видам, все скорее плохо, чем наоборот. В футболе сборная не играет, мучается. В хоккее, может, мучений меньше, но соперники на уровень ниже тех, с кем мы привыкли бороться на равных. Или вот биатлон. Нет Дарьи и нет надежды. И надежды нет во всех смыслах. Наш биатлон. Деньги потратили немалые. А что он показал, вы тоже знаете. То же самое Сергей Николаевич в футбол, то же самое хоккей. И серьезно придется подумать. Но это разговор после чемпионата мира в той группе, в которую мы с вами свалились. В частности, хоккеисты. По биатлону мы еще разберемся и по другим зимним видам спорта. Такие разные дисциплины, как футбол и, например, тяжелая атлетика с европейского первенства, по которой мы привезли 19 медалей, объединяет Олимпийский комитет. Задача которого – помогать тем, у кого сложности, не мешая тем, кто самостоятельно вышел на пик. Плюс подготовка достойной спортивной смены. Все это подразумевает тесный контакт НОКа и каждой из федераций, будь то хоккей или гольф. Но Александр Лукашенко знает то, что для большинства репортеров – загадка. К сожалению, в последнее время, если уж быть откровенным, НОК несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Поверила неким холодком в отношениях с федерациями. Это плохо. Важно, чтобы именно Национальный олимпийский комитет был центром притяжения для спортсменов, тренеров, наших прославленных чемпионов, подрастающего поколения. Это их дом тоже. Дом для премьер-министра сегодня – офис НОКа. Хотя еще месяц назад Сергей Румас таковым считал дом футбола. Но его председательство в федерации закончилось. И Сергей Николаевич вроде как может сконцентрироваться на премьерских делах. Но глава правительства в свое время даже с улыбкой подмечал, кажется, подготовке к европейским играм уделяет даже больше внимания. Это, конечно, шутка, но дающее представление об уровне ответственности главы Оргкомитета игр, который собирается на заседание каждую неделю. Мнение Румаса подтверждают и многочисленные европейские инспекции. Фактически к форуму все готово. 95% оборудования уже установлено. Вот эти 5% поставляются по графику. Но к 15 мая полная готовность всех объектов будет обеспечена. На большинстве объектов уже прошли тестовые соревнования. И сейчас по графику еще порядка 12 по 12 видам спорта будут проведены тестовые соревнования до начала европейских игр. Впрочем, у президента ожидаемо были уточняющие вопросы. Например, гостиницы и стоимость проживания. В соседнем Киеве перед финалом футбольной лиги чемпионов цены на номера выросли в разы. И у гостей Украины остался больно бьющий по карману осадок. Минск это учел. Соглашения о неповышении цен с главными отелями уже подписаны. И раз уж коснулись темы денег, уточняем бюджет форума. Финансирование игр складывается из трех составляющих. Спонсоры, привлеченные европейскими олимпийскими комитетами, рекламодатели из Беларуси и бюджет нашей страны. В последнем случае речь шла о 40 миллионах долларов. Для сравнения, Азербайджан на первые игры потратил миллиард. Но европейские партнеры Минск немного подвели. Мы находимся в рамках первоначально утвержденной сметы. Более того, мы чувствуем, что по привлечению спонсоров внутри страны мы эту статью доходов перевыполним. У нас сегодня активно стали включаться организации частной формы собственности, которые заинтересованы в рекламе своей продукции на евроиграх. Поэтому тот объем средств, которые мы планировали по внутренним спонсорам, мы планируем перевыполнить. А по внешним подвижек в позитивную сторону пока нет? Нет по внешним. К сожалению, ЕОК подвел нас и не смог привлечь ни одного внешнего спонсора. Но мы компенсируем это внешними спонсорами, в том числе, которые привлекает сегодня дирекция. Что касается медальных перспектив, напомним, президент логично обозначил, наград дома не должно быть меньше, чем в Баку. Из Азербайджана мы привезли 43 медали. В Минске наши спортсмены, как ожидают сами атлеты, поднимутся на подиум 45 раз. Основные надежды на греблю, борьбу и самбо. Но все понимают, это спорт, и количество наград может быть другим. В идеале их будет больше. По 10 видам спорта в 2017 году у нас завоевана нашими спортсменами 51 медаль на чемпионатах Европы. По 9 видам спорта в 2018 году, те, которые представлены будут на европейских играх, 50 медалей завоеваны. Здесь все-таки это домашний чемпионат. Задачи все ждут от нас результата, все ждут достойного выступления спортсменов. На завершающей стадии подготовка. В заседании, и вы наверняка это заметили, участвовал также Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности, сегодня единогласно утвержден исполкомом на пост исполняющего обязанности первого вице-президента НОКа. Для Виктора Лукашенко нынешняя спортивная должность – общественная нагрузка в дополнение к задачам советника по нацбезопасности. Как пояснили в НОКе, до Олимпийского собрания после Европейских игр, на котором изберут вице-президента комитета, основные векторы усилий Виктора Лукашенко – международное сотрудничество и подготовка к Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа-США на «Динамо». Минская «Динамо» на одноименном стадионе принимает городею из Минской области. И, кстати, о главной летней арене страны. Новому первому заму главы НОКа нужно будет оперативно решать и локальные проблемы. Вот так, например, выглядел в выходные газон на реконструированном «Динамо», куда мы приглашаем гостей со всего мира. Президент, конечно, это заметил, задав вопрос «почему». Отвечать чиновникам придется уже на вопрос «как». Как это быстро исправить, как учесть на будущее и как стыдно за такое поле функционерам. Игорь Тур, Сергей Вяль, Александр Зонов. Наши новости ОНТ.